Когда Уэррен Баффетт только начинал свою карьеру, он читал по 600, 750 или даже 1000 страниц в день, и сегодня он до 80% времени проводит за чтением. «Видите ли, моя работа на самом деле заключается в собирании большего и большего количества фактов и информации, а затем от случая к случаю пытаться обнаружить, что из этого повлечет за собой некие действия», рассказал он в одном из интервью. Я не буду снова говорить о том, что нынешнее время – это самый лучший момент для самообразования, а просто поприветствую вас на канале «Финансовая жемчужина» и расскажу, какие книги Уэррен Баффетт советует всем к прочтению. «Умный инвестор» Бенджамина Грэхэма Баффетт прочел эту книгу, когда ему было 19 лет, и это был счастливейший момент в его жизни, потому что, по его словам, книга дала ему понимание того, как правильно делать инвестиции. Чтобы всю жизнь успешно инвестировать, не нужно стратосферическое IQ, необыкновенные познания в бизнесе или инсайдерская информация. Все, что нужно – интеллектуальный фреймворк по принятию решений и способность не позволять эмоциям негативно влиять на этот же фреймворк. Эта книга точно и ясно раскрывает такой фреймворк. Вам остается лишь соблюдать эмоциональную дисциплину. Анализ безопасности Бенджамина Грэхэма и Дэвида Дода По словам Баффета, эта книга позволила ему составить инвестиционный роадмап, которому он следовал 57 лет. Ключевая идея книги в том, что если ваш анализ достаточно тщателен, вы сможете определить стоимость компании. Баффетт назвал Грэхэма самой влиятельной фигурой в его жизни после отца. Бен был невероятным учителем. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы Филиппа Фишера Баффетт с уважением отзывается о Фишере «Я благодарный читатель всего, что пишет Фил, и я рекомендую его вам». В этой книге инвестор акцентирует, что финансовых показателей недостаточно для объективной оценки компании. Необходимо также оценивать ее управленческую систему. Следующая рекомендация Баффета «Стресс-тест. Воспоминания о финансовом кризисе» Тима Гайтнера. Эту книгу экс-казначей Соединенных Штатов о финансовом кризисе Баффетт назвал обязательной к прочтению для любого управленца. О том, как управлять организацией в непростые времена, написано множество книг, но практически ни одна из них не рассказывает о том, как управлять правительственной организацией в распале экономической катастрофы. «Это была не просто дежурная проблема на ипотечном рынке США. У меня сосало под ложечкой. Я знал, какие ощущения испытывает человек во время финансового кризиса. И это было как раз то ощущение», пишет Гейтнер. Джек прямо из кишечника Джека Уэлча В письме акционера от 2001 года Баффетт с одобрением упоминает минуары экс-гендиректора General Electric Джека Уэлча, которого описывает как умного, энергичного и практичного. Как писал Bloomberg Business Week, Уэлч произвел такое влияние на современный бизнес, что тур в его личную историю станет ценным уроком для всех управленцев. «Заполучите себе этот экземпляр», – настойчиво рекомендовал Баффетт. Правила лучших SEO у Ильяма Торндайка-младшего В письме акционера от 2012 года Баффетт назвал произведение выдающейся книгой про SEO, которые преуспели в распределении капитала. Главная роль в книге отведена Беркшир Хэрэуэй, одна глава о ее директоре Томми Мерфи, которого Баффетт называет в целом лучшим бизнесменом, которого он встречал. Forbes же назвал эту книгу одной из самых важных бизнес-книг в Америке. Столкновение культур Джона Богла Еще одна рекомендация из того же письма. В своей книге Богл, создатель индексного фонда и основатель OneGuard Group, управляющий тремя триллионами долларов в активах, настаивает, что долгосрочное инвестирование вытесняет краткосрочные спекуляции. Помимо размышлений, в книге есть практические советы. Первое – это не следуйте за стадом. То, что на пике сегодня, не обязательно останется на нем завтра. Фондовый рынок всегда возвращается к фундаментальной доходности в долгосрочной перспективе. Второй совет звучит так. Время – ваш друг. Импульс – ваш враг. Используйте преимуществом составного интереса и не следуйте зову рынка. Он лишь заставляет вас покупать, когда цены взлетают, и продавать, когда они падают. Следующая книга – «Бизнес-приключения. 12 классических историй Уолл-стрит Джона Брукса». В 1991 году Билл Гейтс спросил Баффета о том, какая его любимая книга. В ответ Баффет прислал главе Майкрософт личный экземпляр «Бизнес-приключений». Гейтс говорит, что книга служит напоминанием, что принципы построения и успеха в бизнесе остаются неизменными. Он писал, «В каждом бизнесе есть естественный человеческий фактор. Неважно, насколько идеален твой продукт, продакт-план и маркетинговый пич, тебе нужны правильные люди, которые будут внедрять и воплощать эти планы». Где яхты клиентов? Фред Швед Самая веселая книга про инвестирование. Она в легкой форме рассказывает о том, что действительно важно, провозгласил Баффет в письме акционера в 2006 году. Книга, впервые опубликованная в 1940 году, обязана своим названием «Истории про человека, который приехал в Нью-Йорк и, увидев яхты банкиров и брокеров, спросил, а где яхты клиентов?» Разумеется, они не могут себе их позволить. Люди, которые давали финансовые советы, сами чувствовали себя намного комфортнее финансово, чем те, кто этим советам следовал. Следующая книга – «Очерки об убеждениях» Джона Мейнарда Кейнса. Эта книга, впервые опубликованная почти столетия назад, остается образцом финансовой литературы, по мнению Баффета, достойной чтива. Чтение Кейнса сделает вас умнее в теме ценных бумаг и рынков. Не уверен, что большинство книг по экономике сделают то же самое. Это коллекция работ Кейнса, включая знаменитый эссе «Экономические возможности для наших внуков», в котором он предсказал, что новое поколение будет работать только 15 часов в неделю. Маленькая книга про инвестиции со здравым смыслом Джона Богла. В письме акционера от 2014 года Баффет вместо того, чтобы прислушиваться к советам финансовых консультантов, рекомендует к прочтению эту книгу. Основываясь на личном опыте работы Vanguard Clients, Богл пытается помочь читателям использовать инвестиционный индекс для построения капитала. По словам фанатов, книга не скучная, а статистика и цифры в ней уравновешены смешными историями и советами. Отправляйся в комментарии прямо сейчас и расскажи, какие из этих книг ты уже успел прочитать или же точно добавишь в список для чтения. Не забывай, богатые люди читают очень много и, конечно же, Уоррен Баффет не исключение из правил. Впереди вас ждет еще одна часть ролика о книгах, которые читал один из богатейших людей в мире, поэтому не забываем подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить свежие видео. А на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр. Это канал «Финансовая жемчужина». Подписывайся. Думай. Богатей. Субтитры сделал DimaTorzok